МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А эта дыра диаметром 150 метров образовалась в июне 2010 года в китайской провинции Хунань. Спустя 5 месяцев, в ноябре 2010-го в центре немецкого города Шмалькальден появилась дыра в земле, похожая на метеоритный кратер. Два дома рухнули вниз, трое людей пропали без вести. Самое невероятное в этих историях – свидетельства очевидцев, которые утверждают, что по ночам из-под земли раздается непонятный гул. Люди слышат таинственные голоса, разговаривающие на непонятном языке. Поразительно, но подобные дыры в земле возникают регулярно. Ученые до сих пор не могут объяснить, куда они ведут и какова их глубина. Известно лишь одно – провалы в земле чаще всего появляются в так называемых аномальных зонах. В этих местах бешено вертится стрелка компаса. Часто происходят аварии, а местные жители наблюдают в небе неопознанные летающие объекты. Экспедиция программы «Тайны мира» собирается исследовать самые загадочные места планеты. В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Возврата нет. Почему гиблые места притягивают к себе людей? В этой горе находится какая-то силовая установка инопланетных цивилизаций. И зачем возвращаются в наш мир люди с того света? Я увидел, что у него нет ни радужной оболочки, ни зрачков в глазах. То есть, тут один сплошной белок. Сверхразумная жизнь находится прямо у нас под ногами. Они хорошо владеют психотехнологиями. Как люди под земелью управляют сознанием человечества? Древние цивилизации, которые продолжают существовать, но не хотят с нами в прямую вступать в контакты. И кто превратил цветущий край в пустыню Гоби? Вот это похоже на взрослых тактических ядерных боеприпасов. Где находятся дороги смерти и куда они ведут? Увидел огни, мерцающие справа, и меня машина туда бросила. Дорога в никуда Здравствуйте, я Анна Чапман. Мы расследуем самые странные и загадочные явления в современном мире. На нашей планете есть места, которые люди всегда называли проклятыми. Там компас сходит с ума, бесследно исчезают люди, и стрелки часов могут начать вращаться в обратную сторону. Многие считают такие места порталом в другие измерения. Сегодня программа «Тайны мира» отправится в путешествие по самым знаменитым аномальным зонам. Такой карты нет в школьном учебнике географии. Здесь отмечены аномальные места России. Одно из таких мест находится в Волгоградской области. Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется на юг России в одну из самых загадочных аномальных зон нашей страны. Медведицкая гряда, цепь холмов высотой 200-300 метров, находится на месте уникального тектонического разлома. В России это одна из самых мощных и непредсказуемых аномальных зон. Медведицкая гряда – место, где бесследно исчезают люди. В августе 2001 года пропала группа туристов из Краснодарского края. На том месте, где людей видели последний раз, обнаружили большую вмятину, как будто на почву надавил гигантский пресс. В 2009 году исследователи обнаружили здесь огромный провал. Эксперты уверены – скважину проделали снизу, из-под земли. На сегодняшний момент, помимо пропавших без вести, там есть как минимум два человека, погибших при случаях, при феномене так называемого самовозгорания. Человек просто отошел в сторону от своего напарника, присел на охапку сена, и буквально через несколько минут напарник увидел вместо живого человека, как он сказал, обугленный, почерневший манекен. Здесь на протяжении многих лет наблюдают в небе огненные шары. А этот уникальный и необъяснимый участок медведицкой гряды называют склоном бешеных молний. Вопреки всем законам физики, шаровые молнии возникают не в воздухе, они появляются из-под земли. Каждый раз это происходит в строго определенном месте, над двумя подземными пещерами, которые расположены параллельно друг другу на небольшой глубине. Эта зона, бывают какие-то времена ее активизации. Вот если время этой активизации попадет на хорошую грозу, на большую дождь, то вот как раз возможно образование шаровых молний. И там настолько много их образуется, что это действительно по облику, по количеству там самых следов шаровых молний на деревьях, это совершенно нормальная зона. Ее даже я нигде не встречал, такого писания в России. Невероятно! Но в 2007 году, совершенно случайно, рядом с одной из деревенек, строители разрыли древний могильник, где оказались скелеты гигантов. Людей ростом в 2,5 метра, которые жили здесь, возможно, задолго до новой эры. Под Медведицкой грядой, на глубине от 8 до 30 метров, расположены неизвестно кем и неизвестно когда построены гигантские туннели. Существуют разные версии их происхождения. Туннели объявляли и базами НЛО, и подземным городом волжских разбойников, и даже законсервированным хранилищем древней расы, змеи-ящер. Исследователи составили карту подземной сети тоннелей. Во время раскопок было сделано удивительное открытие. Сооружение правильной геометрической формы. Природа такие объекты не создает. Это значит, что пещеры рукотворного происхождения. Но кто и зачем их построил? С помощью каких технологий? Очевидно, что подземные сооружения были созданы древней цивилизацией. И, скорее всего, они используются до сих пор, пока неизвестным нам способом. Представляете, тоннель шириной 400 метров и высотой 30 метров. Десятиэтажный дом. Блестящий и облицованный. Там можно летать. Это некие объекты, которые, возможно, поскольку цивилизации, которые существовали, они не исчезли бесследно. Они уходили. И в ожидании катаклизмов, судя по всему, даже по тем подземным сооружениям, подземным тоннелям огромным, причем в прекрасном состоянии, который сейчас находится. Эти цивилизации, которые были до нас, они думали о выживании. Существует теория. Вся земля пронизана сетью разветвляющихся тоннелей. Они связаны между собой и представляют сложную систему транспортного сообщения, которая объединяет подземные города и даже мегаполисы. Исследователи уверены, что Медведицкая гряда в Волгоградской области – это перекресток, где сходятся подземные тоннели из разных регионов. Исследователи предполагают, что отсюда можно попасть не только на Кавказ или в Крым, но и в северные регионы России, на Новую Землю и даже в Северную Америку. Они уходят под Антарктический полуостров и в Антарктиду. То есть вообще эта сеть, а у нее масса разветвлений. Есть разветвления, например, через Гибралтар, на Испанию, на Францию, на Британию. И иногда места, где чаще наблюдают НЛО, совпадают. Совпадает с вот этой сетью. Особенно острый Пасхи. Это дырявая земля. Это Алтай. Это Монголия. Это дырявая земля. Там везде эти входы. Курганы Алтая и Монголия – это, по сути дела, входы подземного мира. Понимаете? Трубы вот эти огромные уходят туда, вот такие вырытые. Ну, все это явь. Развитая сеть подземных лабиринтов существует и в Крыму под Симферополем. Исследователи не раз замечали. Из-под земли доносится непонятный гул, а почва вибрирует. Именно в этих местах люди не раз наблюдали таинственных подземных жителей маленького роста. Они жили среди людей, но они прятались от них, потому что, чтобы не пугать людей, это во-первых. Во-вторых, они не переносят вот этого яркого солнечного света. Так кто же является истинным строителем тоннелей? И что за существа обитают под землей? Древние цивилизации, которые продолжают существовать, но не хотят с нами в прямую вступать в контакты. Это инопланетные цивилизации. Это цивилизации из параллельных миров. Я думаю, что все это имеет место. Исследователи считают появление в зонах георазломов НЛО и светящихся огней не случайным. Они убеждены, НЛО попадает на землю не из космоса. Это транспорт, на котором перемещаются представители подземной цивилизации. Вот тарелки, которые летают, и которые все видят. Я думаю, это прежде всего тарелки с подземного мира. Только вот мы никак не можем найти вот такой огромный вход, куда бы тарелка влетала. Потому что тарелки эти созданы уже тем уровнем цивилизации, который владеет феноменом материализации, демотерализации. Съемочная группа программы «Тайны мира» исследует одну из подмосковных пещер – Сьяны. Это место называют аномальной зоной. Рядом с пещерами часто видят огненные шары и неопознанные летающие объекты. Так, кажется, я заблудился. А, нет, сюда. Подземный веберин тянется на 27 километров на глубине десятков метров. Многие годы входы в пещеры были замурованы. Их открыли лишь в конце 80-х прошлого века спелеологи-любители. С тех пор подземелья стали местом паломничества для ценителей острых ощущений. Тени преследовали. То ли тени, то ли голоса, то ли еще что-то непонятное. А за одним из поворотов – шумы. То есть, то ли рокот, то ли еще что-то, напряжение. В системе бывает, что у всех одновременно втори включаются. Или там приборы, да, какие-то не работают, часы глючат. Исследователи уверены – подземные жители не любят, когда вторгаются на их территорию. Нарушитель покоя может сойти с ума или бесследно исчезнуть. У меня был случай, когда мы с группой здесь остались ночевать. И наутро абсолютно все, вот все рассказывали, что ночью к ним пришла огромная крыса. Там, ну не метр, там, ну полметра точно. Все сказали, что приходила ночью, смотрела в глаза, ну вот секунд 5-10 вот смотрела, а потом уходила. Вот каждый, там у нас было человек 10, может быть, чуть больше или меньше. Ну вот к каждому пришла эта крыса. Спелеологи считают, технологии, с помощью которых созданы подземные города и коммуникации, человечеству недоступны. Тоннели как будто не просто пробиты в толще земли, а выжжены неизвестным способом прямо в скальных породах. Они гладкие, как стекло, и необычайно прочные. Смотрите далее. Запретный вход. Может ли озеро быть бездонным? Очень много людей здесь потонуло, так как оно торфяное, дна тут нет. По ту сторону света. Эти люди знают, как выглядят древние обитатели подземелий. Я увидел, что у него нет ни радужной оболочки, ни зрачков в глазах, то есть тут один сплошной белок. Зачем высшие существа открывают каналы связи с нашим миром? Им кушать надо. Наши отрицательные эмоции, мы же их подпитываем своим негативом. У разных народов Земли есть легенды о волшебных мирах, которые населяют существа со сверхъестественными способностями. В этот мир можно было попасть через священные ворота. Сегодня ученые доказали, что это не сказка. Путешествовать во Вселенной можно через особые туннели, вне времени и пространства. Может быть, аномальные места на карте мира – это и есть те самые врата в параллельный мир. Экспедиция программы «Тайны мира» обнаружила еще одну аномальную зону. Нам удалось выяснить, что буквально в 100 километрах от столицы России есть территория, загадку которой не удалось разгадать ученым ни в прошлом, ни в нашем веке. Озеро в Шатурском районе Московской области. Из-за близости торфяных болот и резкого запаха серы его прозвали Смердячим. Сам район почти каждое лето, выгорающий дотла, уже не вполне подходящее место для жизни человека. Но даже во время страшных пожаров местные жители не берут воду из Смердячего. Люди просто боятся подходить к берегу. Неосторожные туристы еще на подходе к озеру по непонятным причинам теряют сознание. А озеро странное, постоянно меняет цвет. Он позапрошлым году каким-то темно-зеленым было, теперь темно-красное. Говорят, еще желтым было, не знаю, непонятно в чем дело. По очертаниям, озеро – это почти идеальный круг среди соснового леса и шатурских болот. Словно одно из тех самых загадочных дыр, которые вдруг возникают в земле, затопило водой. Как глубоко уходит это, возможно, рукотворное сооружение? Российские дайверы решили обследовать дно таинственного озера. Мехолод не показал никакой глубины, то есть не вернул сигнал обратно. Глубина действительно очень странная. Во-первых, очень сложно ориентироваться в озере. Совершенно непонятно, где ты находишься. Как только попадаешь в озеро, оказывается, что берегов как будто нет, и глубина очень сильно меняется. Мы нашли глубину 40 метров, и нашли в центре озера небольшой провал. Станислав Захаров не первый год изучает подводные пещеры. На его счету тысячи опасных погружений. Но впервые под водой его команда оказалась в смертельно опасной ситуации. Все приборы словно сошли с ума. До дна озера Смердячего экспедиция так и не добралась. Скорее всего, с навигацией здесь сложно из-за каких-то магнитных аномалий. Возможно, вот это железное дно, оно дает помехи на любую навигацию. Наш эхолот не работал здесь. В принципе, снаряжение вело себя как-то странно. И ориентироваться под водой по компасу тоже не получалось, потому что компас, казалось бы, что работал нормально, но мы никогда не могли определить, где мы находимся. И, вероятно, то же самое происходит и на поверхности. Человек не чувствует, куда он идет. В этой местности есть легенда о селах, на месте которых внезапно возникали болота. Они буквально проваливались сквозь землю. Например, во время последней дореволюционной переписи населения переписчики нашли на месте трех хуторов у деревни Лемешино только ямы с гнилой водой. На этом озере, в том дальнем углу, мы можем заметить сваи. Говорят, раньше там какие-то стояли дома. Может быть, здесь какая-то деревенька была, которая также из-за этого ушла под воду. Ну и смерть, кровь – это все отрицательная энергетика. Сергей Иванов и Юлия Борзова выезжают в Подмосковье на выходные. Когда они покупали свои дачные участки, их никто не предупредил, что дорога в загородный поселок идет через гиблое место. Вода является хорошим носителем информации. Зная то, что здесь было очень много смертей, я думаю, аномалия вокруг еще больше от этого растет, накапливаясь. Могут ли эти места сообщаться с подземными тоннелями, которые пронизывают всю землю? Исследователи говорят, такое вполне возможно. Мягкий торфяной слой здесь тянется на несколько километров вглубь земли. Торф проседает и обваливается, открывая людям на поверхности то, что они не должны видеть. Когда приходишь на озеро, сразу начинаешь чувствовать его энергетику. Довольно страшное ощущение, все в груди пережимает, и ты не можешь ни о чем думать, как кроме того, что об этом. И когда ты уходишь с озера, сразу моментально все становится хорошо, чувство пропадает. В аномальных зонах часто фиксируют случаи хрона аномалии. Когда человек блуждал по лесу, но не замечал течение времени. Ему казалось, что прошел всего час, а на самом деле прошел день или даже целая неделя. Озеро Байкал. В аномальной зоне этого самого крупного в мире пресного водоема за последнее время бесследно исчезли несколько десятков исследователей. Здесь часто видят огненные шары, вылетающие из больших вращающихся воронок в спокойной воде. А местные жители рассказывают легенду про огромную подводную пещеру, расположенную на склоне мыса Ижимей. Игорь Соколов, рассказывая о самом большом ужасе в своей жизни, до сих пор нервничает. В 2010 году он поехал с друзьями отдохнуть на озеро Байкал. Прогуливаясь вдоль берега, он заметил непонятное существо. Он сидел на коленках. Существо похоже на человека, но с таким серым цветом кожи. Он был такой даже белесый, наверное. Когда он повернулся ко мне, я увидел, что у него нет ни радужной оболочки, ни зрачков в глазах. То есть вот один сплошной белок, который, мне показалось, даже светился в темноте. Невероятно. Но спустя некоторое время он случайно увидел в интернете фотографии этого существа, только снятые на другом конце земли, в Америке. Это такой человечек без волос и с тонкими худыми руками, с выпирающими ключицами. Такие же у него тонкие ноги, но вот именно цвет кожи и вот эти глаза, форма лица самого, она очень сильно пугает. Эксперты расходятся во мнении, что же конкретно представляют собой представители подземной цивилизации. Исследователь аномальных явлений Владимир Замарокко считает, что на Земле параллельно сосуществуют три цивилизации. На Земле существует три цивилизации. Наша земная, людская цивилизация, подземная цивилизация и подводная цивилизация. Продолжительность жизни сущности или людей подземной цивилизации примерно 600 лет. Средняя продолжительность жизни представителей подводной цивилизации примерно 3250 лет. Часть исследователей уверена, подземные жители – это потомки той самой древней цивилизации, погибшей тысячи лет назад в результате ядерного взрыва. Они обладают сверхтехнологиями, недоступными для современного человечества. Но почему они скрываются под землей? Вот мне думается, что подземный мир относится к нам, к наземным людям, как к инфекционной бомбе. Чтобы, боясь, как бы мы не заразили их, отнюдь не нашими бактериями, там, положим. Бактерия, с ними борьба была бы легкой. Нашими грязными мыслями. Понимаете? Там, я думаю, в подземном мире властвуют великие законы чистой души. Психолог Диана Хорсент, наоборот, считает, что любой контакт с подземными жителями – губителен для человека. Эта цивилизация не зря укрыта от человечества в толще земной коры. Не стоит, наверное, поэтому много времени проводить, опять-таки, в подземельях, потому что нет там хороших сущностей. Вот все, что под землей, по определению, нехорошо. Им кушать надо. А как они будут кушать? Вот наши отрицательные эмоции, мы же их подпитываем своим негативом. Смотрите далее. Кто превратил цветущую долину в безлюдную пустыню? Вот это похоже на взрыв тактическую ядерную боеприпасу. И можно ли спастись от ядерного апокалипсиса? Они хорошо владеют психотехнологиями. Когда жители подземных городов нанесут новый удар по нашей цивилизации? Они могут становиться невидимыми. Ученые выдвинули сенсационную теорию. Около 30 тысяч лет назад на Земле произошел целый ряд ядерных взрывов, практически уничтоживший планету. Знаменитая пустыня Гоби. Трудно поверить, но когда-то здесь существовала древняя цивилизация. Огромные города, широкие реки и леса. Ученые утверждают, что несколько тысяч лет назад Гоби выглядела именно так. Эту фантастическую версию подтверждают находки многочисленных экспедиций. На китайской территории, на территории пустыни Гоби, американские спутники-шпионы засекли с большой высоты, сфотографировали геометрически правильные объекты в виде квадратов, который испещрен достаточно сложным узором, сетчатым таким узором. Севернее Джунгарских ворот, рядом с хребтом Тарбагатай, исследователи обнаружили следы древнего города. Остатки крепостных стен, памятники, обелиски, высокие столбы. На улицах и площадях валялись кусочки слюды, похожие на осколки выбитого из окон стекла. Казалось, много веков назад здесь произошел огромный взрыв, и жители города спешно покинули свои дома. А это знаменитый древний город Махеджадара в Пакистане. В рукописи Махабхарата рассказывается о мощной вспышке, последовавшей за появлением в небе ослепляющего света и огней без дыма. Это, конечно, несомненно, следы ядерного оружия. И до нашей цивилизации, на нашей планете, было очень много других цивилизаций наших человеческих рас. На нашей планете было огромное количество ядерных войн, и одна цивилизация сменяет другую. В результате катастрофы погибли все жители города. Взрывом были разрушены здания и другие постройки. Но кто в то время мог обладать ядерным оружием такой мощности? Дело в том, что там довольно много ссылок на этот небесный огонь и все такое прочее. Вот это похоже на взрыв тактического ядерного боеприпаса. Сейчас исследователи уверены, 30 тысяч лет назад на земле существовала древняя могущественная цивилизация, достигшая высочайшего уровня развития. Вдоль реки Инд также были найдены города вдоль ныне высохшей реки Сарасвати. Земли были там плодородные, зелень была, джунгли были, леса были. Водились даже животные, обезьяны, тигры, слоны. А сегодня этого там ничего нет. Сегодня там пустыня. Но что случилось с жителями древних городов? Исследователи выдвигают сенсационную версию. Выжившие после ядерного взрыва были вынуждены скрываться от радиации под землей. Они хорошо владеют психотехнологиями. Если люди после того, как цивилизация пошла по техническому пути развития, потеряли эти способности, у них, у цивилизации подземных, эти способности сохраняются. Они могут читать мысли человека, могут навязывать, в свою очередь, какие-то желания, мысли. То есть они могут управлять людьми. Существование тайных цивилизаций уже доказано наукой. Они древнее, разумнее и намного могущественнее человеческой. Загадочный мир, о котором мы даже не подозревали, находится совсем рядом, под землей. Они в таких же материальных телах, как мы. Они немного от нас отличаются внешне. Их называют люди без глаз, ввиду того, что у них зрачки бесцветные, в случае отсутствия света. И они могут прекрасно видеть под землей, прекрасно ориентируются. То есть им не нужно освещение. Ученые сделали поразительное открытие. На глубине нескольких сот метров и даже километров, прямо под нами, находятся огромные города. Их объединяет сеть невероятных по протяженности тоннелей, по которым можно добраться в любую точку земного шара. Были обнаружены следы, там, невиданных тарелок. Местные рассказывали, что в болотах, под этими тарелками, есть подземелья, в которых лежат скелеты одноглазых людей. Несмотря на очевидные доказательства существования подземного мира, попасть в него практически невозможно. Таинственная цивилизация тщательно охраняет все входы и выходы. При этом располагаются они в зонах геомагнитных аномалий, где человек не способен управлять своим сознанием и волей. Наша земля и те, кто создавал здесь цивилизации и курирует эти цивилизации, это, будем говорить, у них свои интересы, и вряд ли они позволят кому-нибудь безнаказанно внедряться сюда. Этот участок посреди Уральской тайги в Усть-Кишерском районе Пермской области называют зоной М, или российским Бермудским треугольником. Сюда приезжают исследователи из разных уголков Земли, но пока тайну малепки не может разгадать никто. Здесь своя уникальная экосистема, но самое невероятное, в этих местах таинственным образом пропадают люди. После отмены советской цензуры о Пермском треугольнике узнали ученые. В газетах писали, что инопланетяне устроили на Урале космодром и даже целые базы. В первую же экспедицию исследователи убедились, что в этой зоне действительно происходят мистические вещи. Местные жители утверждают, в пещерах малепки живут некие существа, которые выходят на охоту по ночам. Исследователи уверены, пещерные жители зоны М это представители той самой древней цивилизации, ушедшей под землю несколько веков назад. В один прекрасный момент они там находят волосы. Вообще непонятного существа относятся к исследованию и получают экспертную оценку о том, что волосы ни к одному виду животных, не говоря о человеке, не относятся. В этой аномальной зоне часто видят светящиеся шары, которые выстраиваются в правильные геометрические фигуры. Это видео снял на любительскую камеру исследователь аномальных зон Николай Субботин. Вот уже 20 лет он занимается изучением Малепкинского треугольника. Субботин уверен, это место является своеобразным космодромом для неопознанных летающих объектов. Из леса что-то взлетело, а так как была уже морость, такая дымка была снежная, сам объект не видел, видел только вот поднимающееся из леса свечение. Пришел на эту поляну и нашел такую свежевыпавшую снегу, проталину где-то радиуса метров пятьдесят. Исследователи утверждают, что раньше на этом месте находилось древнее капище, в котором приносили жертвы. Существует легенда, что местные оленеводы Манси сжигали здесь оленей для того, чтобы накормить таинственных сущностей, обитающих в пещерах. Они там брали какие-то типа посеребренные чаши, что-то там зажигали, получался такой круг огненный, и они там приносили в жертву оленя. Место очень интересное с точки зрения и славянской, и прочей культуры. Там как раз река делает такой поворот, ударяет как бы течением в скалу, а по вот этим старым языческим традициям это считается место отрицательных энергий, то есть идеально для капища. Ученые в разных концах света натыкаются на следы подземной цивилизации. Легенды о сущностях, живущих во мраке подземелий, есть в каждом народе. Они намного старше людей, способны творить чудеса, умеют летать и знают секрет вечной жизни. Они могут становиться невидимыми, у них абсолютная способность к магии, колдовству. Смотрите после рекламы. Столичная книга смерти. Где строят жилье на костях? Под этими плитами оказались кости, скелетов, то есть это было человеческое захоронение. Жители подземелья толкают людей на самоубийство. Люди из окон выбрасываются. Он отменил законы физики. Кто построил летающий дом в Калифорнии? В этой горе находится какая-то силовая установка инопланетных цивилизаций. Давно известно, на планете есть места, где люди никогда не селились. Наши далекие предки, например, в местах предполагаемого строительства, обычно привязывали к деревьям куски сырого мяса. Если через несколько дней мясо почти не портилось, на этом месте принимались возводить жилище. Но если же оно быстро сгнивало, оттуда поскорее уносили ноги. О таинственных геопатогенных зонах упоминали многие летописцы. В древности их называли черными пятнами, ведьмиными метками. В Китае придумали свой термин – токи дракона. Император Куанг-Джи, живший в третьем тысячелетии до нашей эры, даже издал указ, запрещающий любое строительство без согласования со священником или врачом, которые должны были выявлять плохие участки земли. В некоторых провинциях Китая древний указ выполняют до сих пор. Ирина Шлеонская – автор своеобразной книги «Смерти для москвичей». Она составила каталог и описание всех мест, которые опасны для жизни в столице. Сейчас их называют геопатогенными зонами. Москва, на самом деле, она еще расположена в относительно хорошем месте. Вот ее, когда строили, ее располагали по звездам. В ней, как и в каждом крупном городе, имеется достаточно большое количество патогенных зон. Причем далеко не все они располагались здесь изначально. Они могли появляться по мере развития города. Самое страшное, говорит исследователь, что из-за высокой плотности населения эти места никогда не пустуют. На смену тем, кто внезапно гибнет от страшных болезней, приходят другие, ничего не подозревающие москвичи. Кое-где этот круговорот необъяснимых смертей продолжается несколько десятков лет. Бывают также раковые дома, где, допустим, на одной лестничной площадке в каждой семье кто-то болеет раком. Бывает, что в одном и том же доме случаи самоубийств, допустим, по 2-3 случаи в год. Люди из окон выбрасываются. Иногда такие совпадения ученые объясняют ошибками еще советских времен, когда при строительстве использовали ядовитые или радиоактивные материалы. Но есть случаи, которые не поддаются объективному анализу. Люди внезапно умирают в абсолютно новых домах бизнес-класса. Исследователи говорят, причина в разломах земной коры, которые не учитывает ни один проект. Эти трещины простираются вниз на многие километры и передают особое излучение, природу которого наука не может объяснить. Возможно, высокотехнологичная цивилизация работает над новым оружием в тысячи раз сильнее атомной бомбы. На нашу поверхность, в наш мир выходят те виды излучения энергетических установок или каких-то видов, может быть, энергетического оружия, может быть, каких-то промышленных установок, работающих по совершенно другим принципам, нежели земная техника. Они через эти разломы могут просачиваться в наш мир. Еще одна категория загадочных построек – это дома самоубийц в Москве. Вряд ли жители этих домов, расположенных недалеко от Останкинской телебашни, знают, что их квартиры построены на костях. Раньше здесь было кладбище, на котором хранили крепостных актеров графа Шереметьева. Теперь два дома, в которых, как говорят исследователи, просто зашкаливает уровень самоубийств. Помимо электромагнитного излучения от телебашни, например, помимо излучения, которое может исходить от останков, если они тут где-то лежат, то есть может идти еще излучение из-под земли. То есть если дом оказывается на пересечении всех этих излучений, то события могут происходить самые разные. Не исключено, что аномальные зоны – это порталы входа в подземный мир. Но предназначены они только для существ иной цивилизации. Для людей двери в подземелье смертельно опасны. На железных дорогах и дома разрушаются, чего только нет. Все эти разрушения домов, они возникают по одной единственной причине, что дом нечаянно попал в эту зону. Санкт-Петербург – набережная обводного канала. Жителям северной столицы она известна как набережная самоубийц. Это место с давних времен считалось проклятым. Именно там раскопали и докопались до гранитных плит с какими-то совершенно странными символами на них. Под этими плитами оказались кости скелетов. То есть это было человеческое захоронение такое там странное. А когда расшифровали, оказалось, что это руническое письмо. И сказано там было, что на этом месте с помощью достаточно тяжелых магических обрядов убит и похоронен колдун. Исследователи уверены, место для захоронения было выбрано не случайно. Здесь находится мощная геопатогенная зона. Колдуна похоронили по древнему обряду, заточив злой дух под землей. Советские ученые вскрыли могилу и тем самым сняли мистическую печать. Сразу после этого набережную реки охватила эпидемия самоубийств. Современные исследователи называют такие зоны аномальными, а в народе их зовут гиблыми местами. По большому счету до сих пор никто не знает, как, где и почему возникают аномальные зоны. Известно лишь одно. В пределах таких зон всегда есть шанс встретиться с неизведанным. Одно из таких мест находится в США, возле города Санта-Круз. Это известнейшая аномальная зона Прейзера. Ее называют по имени Джорджа Прейзера, который построил этот дом. В этом месте не существуют законы гравитации. Дом строили по типовому проекту, но по непонятным причинам получилась перекошенная хижина. Строители были в ужасе. Все размеры и углы совпадают с планом, но дом упрямо заваливается на бок. То есть, если в нормальном состоянии человек стоит на такой доске или на ровной поверхности под 45, он ощущает, что он скатывается с нее, то есть вот как с горки. Тут человек может стоять практически перпендикулярно этому наклоненному полу и чувствует себя вот как обычный нормальный человек стоит на нормальном, обычном полу. Хозяин говорит, что нашел это место во время прогулок, которые врачи прописали ему как лекарство от мигрени. Придя сюда, он вдруг почувствовал, что главные боли исчезли. Стоило выйти за пределы аномальной зоны, боль снова возвращалась. Позже обнаружились и другие загадочные явления. Предметы сами поднимались в воздух и не хотели падать на землю. Часы здесь никогда не показывают точное время, а деревья закручиваются винтом, словно не чувствуют земного притяжения. В этой горе, о которой знали еще древние индейцы, возможно, находится какая-то силовая установка инопланетных цивилизаций или более древних цивилизаций, которая в момент работы начинает нарушать свойства геометрические пространства времени. Это похоже на искажение времени и пространства. Его вызывают черные дыры и гигантские звезды. Неужели это возможно и на Земле? Исследователи считают, что этой технологией владели представители древних цивилизаций, обладающие сверхвозможностями. Так может быть, разгадку тайны подземных жителей надо искать именно здесь? Далее в программе. Осторожно, аномальная зона. Мы сами несколько раз фиксировали некоторое свечение над этим местом. Опасный попутчик. На Симферопольском шоссе голосует призрак. И по этой дороге увидел огни, мерцающие справа. И меня машина туда бросила. Самые опасные трассы страны. Куда ведут эти дороги? Когда человек попадает в зону, он может быть не готов к резкому всплеску. Для автолюбителей не тайно, что есть трассы, на которых без каких-либо видимых причин происходят дорожно-транспортные происшествия. При этом ни водители, ни автоинспекторы не могут объяснить, что стало причиной аварии, произошедшей буквально на пустом месте. Там, где автомобильная трасса проходит над разломом земной коры и случаются самые страшные ДТП. Машины вдруг становятся неуправляемыми и не слушаются даже самых опытных водителей. Такие автотрассы называют дорогами смерти. Они есть в каждой стране и на всех континентах. В России исследователи составили карту аномальных дорог. В Кировской области, в Омской области, под Петропавловском, это уже Казахстан, есть в Алтайском крае, недалеко от так называемого метеоритного плата. В отчетах милиции документально подтверждена история о призраке путешествующим автостопом. Этот призрак появляется на 50-м километре Симферопольского шоссе 2-3 раза в месяц с наступлением сумерек. На обочине возникает пожилой человек с рюкзаком. Мужчина голосует и просит его подвезти. Спустя несколько минут он таинственным образом исчезает из машины. Мы сами несколько раз фиксировали некоторые свечения над этим местом. Очень часто видны эти свечения. Разговариваем мы с военными, военные тоже фиксируют эти, но никто объяснить откуда это свечение появляется до сих пор не может. Призрак Симферопольского шоссе, сибирские аномалии, дорога смерти на Байкале и Дальнем Востоке. Эксперты говорят, что такие участки нужно отмечать специальными знаками. Один из них уже установлен на Киевском шоссе. На этом сравнительно небольшом отрезке за один год погибло 20 человек. Алексей Кузнецов один из тех, кто едва не пополнил этот список. Все началось с радио. Я ехал, начал, как раз купил новый магнитофон недавно с радио. Начал прыгать. Как будто пластинка царапанная была. Я хотел переключить канал, нажал кнопку, а меня током ударило. И по этой дороге увидел огни, мерцающие справа. И меня машина туда бросила. Алексей говорит, что его вместе с машиной невидимая сила неотвратимо тащила в лес. Выглянув в окно, он с ужасом увидел, что автомобиль в прямом смысле этого слова летит над землей. Колеса не крутились, но машина двигалась. И в этот момент я увидел справа огни, мигающие, мерцающие, что-то похожее на белую тень. И меня начало машину тянуть вправо. Я даже не мог контролировать свое тело. Паранормальное явление на дороге смерти приводит к тому, что сознание водителей, которые едут на большой скорости, на какое-то время отключается. И это приводит к неизбежным в таком случае ДТП. Водители буквально врезаются в первое попавшееся дерево. У моста через Волгу в Костроме, считают многие водители, тоже пора установить особый знак. Таинственные происшествия здесь стали происходить сразу после открытия переправы четверть века назад. Сначала грузовик по необъяснимой причине пробил ограждение и рухнул на лед. Через пару дней на том же месте разбился мотоцикл с коляской, которым управлял милиционер. От удара пассажиры, жена и ребенок водителя потеряли сознание. Милиционер, решив, что его родные погибли, застрелился из табельного пистолета. Аномальными можно смело называть их, и называют те участки дорог, где статистика катастроф, где статистика смертей выше, чем в среднем по России, в среднем по региону, и где причину повышенной аварийности установить невозможно. Те места, где списать на человеческий фактор, на плохие дороги, на плохую организацию движения не удается, но где почему-то, по какой-то причине, регулярно, раз за разом, кривая аварии зашкаливает. В Древней Греции на месте гибели путников сооружали кинотафы. Обелиски, обозначающие пустые могилы. Традиция пережила античность. Тысячи венков на обочинах наших дорог обозначают самые опасные участки. Один из них начинается на границе Забайкальского края и Бурятии. Знающие водители всегда останавливаются здесь и бросают на обочину мелкие деньги, чтобы задобрить силы природы. Здесь погода меняется каждые пять минут. Нет сотовой связи, а до ближайшего поселения полторы сотни километров через тайгу. Эксперты уверены, в этих безлюдных краях может находиться сильнейшая геопатогенная зона планеты, которой управляют жители подземных городов. Тот, кто находит вход в неявный мир, там, где живут духи, и если он знает, скажем, волшебные слова какие-то, то он имеет право попросить помощи у духов и героев, ну и, соответственно, богов. Исследователи утверждают, с каждым годом аномальных зон на планете становится все больше. Подземные жители все чаще напоминают о себе, а это значит, что пока все астрономы Земли следят за астероидами в Солнечной системе, наиболее реальная угроза исходит совсем не из космоса. В России немало аномальных зон. Мы рассказали лишь о некоторых. Есть еще долина смерти на Камчатке, гора мертвецов Свердловской области. Главная особенность всех аномальных зон в том, что они могут возникать внезапно. Поэтому никто не может сказать, сколько таких зон может появиться на Земле в самое ближайшее время. В одном мы уверены точно, пока аномальные зоны существуют, в них продолжают бесследно исчезать люди. С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть.